В 1961 году на автосалоне во Франкфурте дебютировал новый четырёхверный седан BMW 1500, воплотивший в жизнь идею создания автомобиля среднего класса, который в последние годы вынужденно прониклась в Мюнхенская компания. В то время ниша между супердорогими и супердешёвыми машинами у BMW пустовала. Это чуть не стало причиной банкротства автогиганта, ведь большинство потенциальных покупателей обращались к предлагающим более обширную модельную линейку конкурентам. Опытно-конструкторские работы по созданию такой модели на BMW велись ещё с середины 50-х. Увы, но реализация этого проекта затянулась на несколько лет. Финансовые трудности баварской марки не позволяли довести этот проект до стадии готовности к серийному производству. Благоприятная ситуация для выпуска BMW 1500 сложилась только в начале 60-х годов, когда благодаря инвесторам в судьбе BMW произошёл знаменательный поворот. Так на свет появился элегантный среднеразмерный седан с мощным мотором и спортивной ходовой частью, который в сущности установил стандарт BMW на задний привод. Переднее расположение двигателя и переднюю подвеску типа McPherson. Концепция лёгкого, компактного и одновременно спортивного автомобиля была принята на рынке с таким восторгом, что производственные мощности не позволяли удовлетворить спрос на эти автомобили. BMW 1500 отличался комфортным пятиместным салоном и обладал потрясающей для того времени динамикой. Жёсткая, но одновременно комфортабельная подвеска обеспечивала автомобилю превосходные ходовые качества. Под капотом размещался совершенно новый рядный четырёхцилиндровый двигатель с рабочим объёмом полтора литра. 80 сил мощности вполне хватало для того, чтобы BMW 1500 разгонялся до сотни за 16,8 секунды, а его максимальная скорость достигала 150 км в час. Великолепные показатели по сравнению с конкурентами. В салоне имелись элементы обеспечения безопасности, такие как мягкая обивка в верхней и нижней кромке передней панели и утопленная ступица рулевого колеса, также с мягкой обивкой. Уже через год после начала производства на рынке появилась родственная модель с двигателем 1,8 литра, мощностью 90 лошадиных сил, BMW 1800. В 1964 и в 1966 годах последовали, соответственно, BMW 1600 и BMW 2000, а в 1969 появилась самая передовая модель нового класса – BMW 2000 Ti, которая впервые серийно оснащалась системой впрыска топлива. Огромный успех нового класса означал для BMW прорыв, как для производителя современных, востребованных во всем мире автомобилей. Хотя родоначальник нового класса BMW 1500 и производился лишь до 1964 года, но почти идентично и визуально весь модельный ряд выпускался аж до 1972. В январе 1968 года модельный ряд марки пополнился еще одним автомобилем – BMW 2002. Маленький баварец произвел настоящий фурор среди автолюбителей, на долгие годы став настоящим символом марки, как производителя спорткаров. Двухдверный кузов, оборотистый 100-сильный мотор объемом 2 литра, независимая подвеска всех колес, передние дисковые тормоза, а главное – доступная цена, сделали этот автомобиль чрезвычайно популярным. За 9240 марок покупатель получал полноценный 4-местный автомобиль с большим багажником, который при этом демонстрировал недюжинные динамические качества. На разгон до 100 км в час BMW 2002 тратил всего 10,7 секунды. При этом его максимальная скорость составляла 170 км в час. Уже в первый год производства компания BMW продала почти 29 тысяч автомобилей, а к 1972 году эта цифра постепенно возросла в два раза. Большим почитанием модель пользовалась в США, куда экспортировались почти 20% автомобилей – небывалый для того времени успех. До завершения производства в 1975 году с конвейера сошли свыше 330 тысяч машин. Кроме базовой модификации выпускалась также версия 2002 Ti с увеличенной до 120 лошадиных сил мощностью. В 70-е годы прошлого века мода на эксклюзивные спорткупе не обошла стороной и баварского автопроизводителя. Летом 1976 года BMW приступила к разработке модели M1, предназначенной для гонок и в ограниченном количестве для продажи. На заводе BMW для производства такого автомобиля не было свободных мощностей, и компания договорилась о сотрудничестве с итальянским кузовным ателье «Итал Дизайн». Дебют машины состоялся на парижском автосалоне в 1978. Среднемоторное купе оснащалось традиционной для BMW рядной шестеркой объемом 3,5 литра. С 277-ми сильным двигателем M1 разгонялся до сотни за 5,6 секунды, а его максимальная скорость достигала 262 км в час. Купе получило функциональный и эргономичный салон с удобно расположенными приборами и ковшеобразными сидениями. Единственным недостатком автомобиля была весьма посредственная обзорность. Из-за компоновки мотора и массивных задних стоек водитель мог лишь догадываться, что творится у него за спиной. В остальном M1 вполне подходил для езды в городе. Полностью независимая подвеска со стабилизаторами устойчивости, газовыми амортизаторами и регуляторами высоты хода и жесткости обеспечивала ему прекрасные ходовые качества. И в 1979 году подготовленная для дорог общего пользования M-ка стала доступна рядовым покупателям. Гоночная же версия развела мощность 460 л.с. и разгонялась до 310 км в час. Отметку 100 км в час на спидометре стрелка достигала за 4,5 секунды. Кроме того, существовала также версия с двойным турбонаддувом. Рабочий объем двигателя уменьшили до 3200 кубических сантиметров, а мощность при этом возросла до 850 лошадей. С этим двигателем M1 развивал на трассе более 360 км в час. Едва закончилась эра M1, как в 1986 году пробил час BMW M3. Компактный двухдверный автомобиль впервые для BMW последовательно разрабатывался одновременно для серийного производства и автоспорта. Отменная динамика и отточенная спортивная управляемость в нем отлично сочетались с престижным узнаваемым внешним видом и высокой надежностью. Последнее качество агрегатов модели, кстати, подтвердилось в ходе тестового пробега по гоночному кольцу в Нардо, когда M3 успешно преодолел 50 тысяч километров на максимальной скорости. В августе 1986 года на рынок вышло первое поколение заряженной трешки с инжекторным двигателем объемом 2,3 литра. Хотя из-за обязательного каталитического нейтрализатора и вследствие повышенного сопротивления в выпускном тракте мощность оказалась на самом деле на 5 лошадиных сил меньше заявленных 200. Кроме мощного мотора для создания M3 потребовалось основательно пересмотреть шасси и аэродинамику машины. Спереди и сзади появились увеличенные дисковые тормоза. Были усилены привода, применен самоблокирующийся дифференциал и установлена более жесткая подвеска. В список стандартного оборудования вошла система АБС и управляемые электроникой амортизаторы. С помощью переключателя на передней панели можно было выбрать один из трех режимов – спорт, нормал и комфорт. Чтобы скрыть широченные шины и при этом не увеличить аэродинамическое сопротивление, крылья приобрели характерную округлую форму. Кроме того, появились развитые бамперы, пороги и крышка багажника, сделанные из пластика. Это позволило удержать снаряженную массу М3 на уровне 1200 килограммов. Обвес неплохо преображал довольно скромную на вид трешку. Он еще обеспечивал отличный коэффициент аэродинамического сопротивления – всего 0,33. С двумя сотнями лошадей под капотом М3 был способен разогнаться до сотни за 6,7 секунды. А максимальная скорость достигала отметки 235 км в час. Цена при этом была вполне гуманная – 58 тысяч марок. К примеру, самый доступный Porsche тех лет стоил больше 100 тысяч. Купе прописалось не только в гаражах обеспеченных фанатов скорости. Сразу же после выпуска М3 начал собирать спортивные победы, трофеи и титулы. Вплоть до снятия с конвейера в 1992 году он уверенно лидировал в международных шоссейно-кольцевых гонках и стал самым успешным спортивным автомобилем. Была даже выпущена специальная М-ка в гоночной спецификации – BMW M3 Sport Evolution. Она развивала 238 лошадиных сил и имела облегченный кузов, начисто лишенный атрибута комфорта. Но и в качестве автомобиля для обычных дорог он достиг неожиданно большого показателя продав. Первый М3 разошелся тиражом свыше 17 тысяч экземпляров. Увлекшись спортом, BMW вовсе не собиралась отказываться от производства по-настоящему шикарных и дорогих моделей. В 1977 году компания выпустила преемника представительских BMW, ставшего родоначальником нового семейства топ-моделей – первую седьмую серию. Однако наиболее знаменательным для компании, как для производителя люксовых автомобилей, стал 1986 год, когда на автомобильном небосклоне засияла звезда второго поколения модели – BMW 750i. Это был настоящий вызов основному конкуренту из Штутгарта – Mercedes-Benz S-класса с кузовным индексом W126. Настолько она отличалась от предшественницы и прочих соперников, задав в своем классе новый стандарт управляемости и взрывной динамики. Отличные динамические качества, великолепные информативные и надежные тормоза с усилителем, – изумительная работа подвески. Тем не менее, уровень активной и пассивной безопасности только с течением времени достиг подобающего уровня. К примеру, противобуксовочную систему на шикарные модели 750i штатно начали устанавливать с сентября 1989 года. Излучаемые автомобилем благородство и сдержанность в сочетании со спортивной элегантностью, так же, как и набор мощности, а также ездовые качества привели критиков в восторг. Впрочем, подобным образом публика реагировала и на появление первой генерации модели. Однако, если первое поколение «семерки» представляли исключительно шестицилиндровые модели, то флагманский 750i стал первым с конца 30-х годов немецким 12-цилиндровым седаном. Двигатель, облегченный конструкцией, рабочим объемом 5 литров, мощностью 300 лошадиных сил, с номинальным крутящим моментом 450 ньютон-метров, имел отдельные системы впрыска, зажигания и нейтрализаторы для обоих рядов цилиндров. В сочетании с четырехступенчатой автоматической коробкой передач этот мотор обеспечивал автомобилю массой свыше двух тонн потрясающее ускорение. До 100 км в час BMW 750i разгонялся всего за 7,4 секунды. До завершения производства в 1994 году с конвейера сошло более 48 тысяч экземпляров BMW 750i. А всего почти 310 тысяч автомобилей седьмой серии второго поколения нашли своих покупателей в различных странах мира. Основной причиной и популярностью этих автомобилей можно считать уникальной для того времени сочетанием мощности и комфорта. Если комфорт можно оставить без комментариев, то мощность моторов уже стала визитной карточкой марки. После выпуска последнего BMW 507 в 1959 году компания BMW в течение нескольких десятилетий уделяла внимание только ходовым моделям, так как спрос на родстеры в течение длительного времени был ограничен узким кругом энтузиастов. Но родословная легких спортивных машин BMW прервалась лишь до 1988 года, когда на рынке снова появился родстер с бело-синей эмблемой на капоте – BMW Z1. Впервые прототип, который задумывался исключительно как экспериментальная модель, показали в сентябре 1987 года на автошоу во Франкфурте. Однако автомобиль произвел такой фурор, что не запустить его в серию было бы просто преступление. Интерес к новой модели был настолько велик, что компания получила около 5000 заказов еще до начала его производства. Действительно, этот двухместный родстер до сих пор по праву считается одной из самых оригинальных моделей баварской марки. Редко передовые технологии сочетаются с таким удовольствием, которое доставлял этот удивительный автомобиль. В качестве донора узлов и агрегатов был выбран BMW 325i, естественно серии E30. От него родстер унаследовал расположенную за передней осью 170-сильную рядную шестерку объемом 2,5 литров и 5-ступенчатую механическую коробку передач. Чтобы с места разогнаться до 100 км в час, ему требовалось менее 8 секунд, а максимальная скорость составляла впечатляющие 225 км в час. Крутящий момент в 222 ньютон метра передавался на задние колеса. Ходовая часть со спортивными настройками состоялась передней подвески на амортизационных стойках от BMW 3-й серии и совершенно новые, так называемые, Z-образные задние подвески. Разумеется, в базовой комплектации все четыре колеса оснащались дисковыми тормозами. Это в высшей степени гармоничное сочетание сопровождалось небольшой массой, которая составляла всего 1250 кг. А жесткость кузова, низкий центр тяжести и устойчивость при движении в поворотах восхищают и сегодня. Агрегаты заслуживают отдельных слов. Они на этом автомобиле были действительно безупречны. Но что еще представляло интерес, так это кузов автомобиля. Он представлял собой монокок из оцинкованных, штампованных и сваренных элементов, листовой стали с днищем конструкции типа сэндвич. Вся наружная обшивка состояла из привинченных пластмассовых элементов. Двери с помощью электроприводов опускались в широкие боковые пороги, в том числе и при движении. В базе Z1 имел мягкую тканевую крышу, а за дополнительную плату предлагался съемный жесткий верх. Первые ростеры Z1, в изготовлении которых значительную часть составлял ручной труд, передавались клиентам с января 1989 года. При этом начальная цена в 80 тысяч марок обеспечивала настоящую эксклюзивность. Еще бы! За эту сумму в те годы можно было стать владельцем длиннобазной версии BMW 735iF. Субтитры создавал DimaTorzok